Здорово, народ! Когда скачиваете игру по ссылочке в описании под видео, значит, объясню, как заходить. Здесь выбираете сервер Ричмэн, на котором мы сейчас вместе с Инком, да и Паш там играет, между прочим, и жмёт начать игру. Здесь проходит обновление, и потом вы в экране загрузочки, собственно, появляетесь. Появляется вот такое вот окно, где можно просто выбираешь вот такой вот сервера, да, например. Например, если у тебя подключение вот здесь по этому адресу не работает, я тоже на него оставлю адрес этот в ссылочке, чтобы можно было Direct Connect сделать. Просто жмёшь сервера, и я так делал, я это, честно скажу, и пишешь Рич. О, Ричмэн, видишь, вот здесь всё. И всё, ты к нему присоединяешься, заходишь и играешь. Ну, а в самой игре жмёшь F10, и, соответственно, вводишь про матч, и я тебе покажу это в самой игре. Следующее, что нам требуется сделать в игре, это нажатие F10, F10 нажимаем, и, естественно. Хочу про матч свой вгибать. Ээээ, вроде так. Вот, сохранить. Да, 10 дней VIP подписки есть у меня. Всё, ребят, спасибо огромное, жду вас. Фьюззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз пожаловать следующий выпуск необычный так сказать о в топовый выпуск слабого звена мы находимся на gta 5 rp на сервере и ричмонд сегодня со мной вместе алекс фоксианский вместе со своей анастасии лисянской здравствуйте господа и фликеры и немножко здравствуйте здравствуйте так сегодня мы играем пара на пару фликеры не мог сегодня мы играем пара на пару правила простые каждые каждая команда дает по очереди по одному ответу на один вопрос кто первый вылетает тот и проигрывается ответственно у каждой команды есть по три жизни то есть по три раза вы можете неправильно ответить на четвертый раз вы выбываете всем все понятно да 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 так они тут балуются очень внимательно слушать ладно кто хочет отвечать первые господа или я выберу сам фликер хорошо первый вопрос тогда пойдет не но и фликеру господа вы готовы нет конечно нет нет ну мне похеру значит так внимательно вопрос повторяю один раз поэтому слушаем ушами не ногами или что там у фликеров жижичек я не знаю парте после гибели царя на 10 дней закрывались два учреждения когда об этом обычай узнал персидский царь ксеркс он заявил что в персии такой обычай был бы невозможен так как лишил бы его подданных двух любимых занятий что же это были за учреждения в рамках можно обсудить не нет вариантов ответа нет мы начали первый тест мы автоматом проиграем первые да не обязательно смотрите еще раз повторяю в спарте после гибели царя на 10 дней закрывались два учреждения когда об этом обычай обычай узнал персидский царь ксеркс он заявил что в персии такой обычай был бы невозможен так как лишил бы его подданных двух любимых занятий что же это были за учреждения стрип клуб да конечно древние знаменитые персидские стрип клубы не на вернитесь 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 а в поле испытания но вы обсуждаете думайте вслух что это может быть а мы все даже отвечать или нет нет пока что только мы можем плавать пока мы можем уйти пока вы это можете простое задаст до 2 плюс 2 и в нож надо вот идеально ну что есть у вас какой-то вариант ответа какие-то мысли темы слиять я уже сказал трип клуб и но есть какие-нибудь мысли на на меня нет детей выкидывали любимое занятие персии были бы так ну что есть какие-нибудь варианты ответа нет нету значит вы пасуете да ну предположите что это могло быть в принципе короче публичный дом саша играешь за нас ладно понятно это был суд и рынок понимаете тут и рынок жрать и судиться спарте закон 12 таблиц никто не слышал нет понятно понятно ладно переходим к анастасии александру здравствуйте уважаемые здравствуйте здравствуйте моя вода водится так ясно саня там с ума сходит значит вы готовы к первому вопросу смотрите он будет у вас простой у африканской народной суахи народности суахили есть легенда повествующая о том что первый человек спустился на землю с неба а кто помог ему это сделать енот что можно мне другого тиммейта баба не по-моему под кайфом вообще еще раз вопрос вопрос у африканской народности суахили есть легенда повествующая о том что первый человек спустился на землю с неба а кто помог ему это сделать по мнению африканская народность суахили так ну что у вас есть варианты ответа какие-нибудь африканская народности суахили есть легенда повествующая о том что первый человек спустился на землю с неба помог ему спуститься с неба жираф поэтому у него и такая длинная шея ты знаешь это лучше чем ваш вариант ответа как бы можно сразу ведущего вольнуть и халатик заправить попу так ладно извините да надо очень много так у вас у вас остается по две жизни следующие вопросы они ну и фликеру но теперь теперь точно понимаешь теперь точно простые вопросы но на это даже я бы ответил серьезно какими двумя словами начинающимися на одну и ту же букву а заглавлен русский перевод названия мемуар арнольда шварценеггера какими двумя словами начинающимися на одну и ту же букву а заглавлен русский перевод название мемуаров арнольда шварценеггера давайте и арнольд шварценеггер какими двумя словами начинающимися на одну и ту же букву а заглавлен русский перевод название мемуаров арнольда шварценеггера так ладно подками в комментариях по данным роликом пишите мне пожалуйста еще новых новых командов которые которые хотя бы читали азбуку мемуары это что мемуары такое что мемуары мемуары что мемуары 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 варианта варианта ответов есть нет у вас новое что на буквы начинается ты сказал чего я не говорил на две одинаковые буквы он начинается 2 слово блять от florista baby блять оставила виста блять и бейпина две одинаковые буквы блять мемуары 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 это воспоминание 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 и арнольд шварценеггер что это может быть фильм знаешь есть такое вспомнить все называется нет нет а кто пиздобол такой в трусиках бегает понятно сгорает вторая жизнь вопрос реально был простой то есть ну мемуары арнольд шварценеггер вспомнить все две буквы и так второй вопрос команде анастасия илександра вы готовы вы готовы сандра он сильный пишите в комментариях откуда эта фраза готовы или нет да 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 готовы точно готов смотрите вам тоже простой вопрос иранцы бросает свое богатство на пол так гласит известное иранское изречение о чем это изречение козел как свет ложится классно вас вы как будто написали в бассейн так извините эй а вы куда свалили зато теплее стало эй вы подсвечиваемся мы не в прятки играем ну-ка сели чем вообще иран славится нефть и какие у них могут быть богатство иранцы бросают свое богатство на пол так гласит известное иранское изречение вряд ли нефть можно взять и бросить на как будет еда еда серьезно они что другие хуй воздают а можно попросить женщину на эту сторону встать вот передо мной чтобы она хранила здесь у меня то кадр лучше они в случае нашего поражения расстреляют да похуй она может и отсюда вопрос простой ну камон ковер ковер бросит а может какие-то иранских популярные ковры популярные иранские к спасибо спасибо а мы идти танцует здесь жопа у меня стоит в резине отлично я я считаю я считаю для этого так ну что у вас есть вариант ответа иранцы бросать свое богатство на под ковер да это правильный ответ это про знаменитых персидских коврах так говорят оранцы потому что у них везде даже в их самых заброшенных холопах на собственно на полах лежат персидские ковры вот те 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 самые те знаменитые поздравляю не думать у вас все так же две жизни у вас одна жизнь фликер и не но остается не но пытается утопиться не важно что это не получается а я танцую на ее голове нормально бассейн неглубокий так ладно сейчас самый простой вопрос для фликера и не но вы готовы нет не уверена что он простой но давайте но давайте 14 веке до нашей эры раб мэна с фараона снорфа украл у своего господина курицу и сварил ее в горшке принадлежащим фараону он был пойман и доставлен на высокий суд фараона по жестоким законом того времени за это страшное преступление он должен был умереть однако он не умер что же с ним случилось я родился в 20-м веке ссоры смотрите в четырнадцатом веке до нашей эры до раб мэна с фараона снорфу но неважно какой рапа и неважно какого фараона у своего господина украл курицу и сварил ее в горшке принадлежащим фараону понимаете да он был пойман пойман и доставлен на высокий суд но почему-то не был в итоге казнен а что с ним случилось почему он не был казнен понравилась еда и он вы покинули зону будьте любезны встаньте обратно в зону короче фараона понравилась курицы этот чувак стал его поваром я это правильный ответ чего поздравляю поздравляю это правильный ответ я не ожидал я не ожидал не но правда сразу и сказал на я я не слушал тут просто жопа в резине извините господа так александр анастасия следующий вопрос для вас готовы согласно итальянской шутки актрисам тяжелее всего приходится в балете поскольку им приходится все время делать это делать что еще раз согласно итальянской шутки итальянская шутка актрисам тяжелее всего приходится в балете поскольку им приходится все время делать это что делать это думать мои полномочия все залезть обратно что носить эти пуанты или как они неудобными но это неудобные планты ну а в чем шутка тогда твоя вода водится не не напишет твоя вода водится саша думай я не знаю и у меня даже мыслей нет у меня тупо тупорыло и танцевать балерина то есть балерина в семье болерун вообще нет вариантов да 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 что я что им делать и при чем здесь еще итальянцы ну просто итальянская шутка это могла быть и российская шутка на самом деле хотя наверное на хотя наверное зависит от менталитета эта подсказка вообще нет вариант блин холодно на улице у меня соски встали так и до что это вариантов ответ у вас нету да согласно итальянской шутки актрисам тяжелее всего приходится в балете поскольку им приходится все время молчать валите все время молча можно покинуть они кусты покинуть это мой особняк иди отсюда вон показать о я придумал я проигравшие стороне я нас у в бассейн проиграешь ты не будешь первым я это думаю что потеплело так александр верните бассейн вернись верни факт видишь ты мне кадр портишь твою мать блять встань бассейн фликернино следующий вопрос у вас еще одна жизнь вы готовы понятно эраста петровича фондорина в этом возмущало многое например отсутствие рыцарственности люди могли нападать и по двое и по трое на одного и все это из-за куска свиной кожи фондорин был убежден что у этого нет будущего о чем говорил фондорин что еще раз повторяю эраста петровича фондорина фондорин знаешь такой персонаж есть литературный понятно в этом возмущало много например отсутствие рыцарственности люди могли нападать и по двое и по трое на одного и все это из-за куска свиной кожи фондорин был убежден что этого нет будущего а что это якубович откроет букву до в этом условии есть буква б барабан да там по двое трое у якубовича на одного нападает это какой-то спорт вид спорта но да естественно очевидно типа футбол из кожи сделали мячи футбольный раньше да ну типа ваша ваш вариант ответ какой ой блять все пропали папа 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 курочки мои смотри курочки почему мужики жопы друг другу нюхать так ответ какой они играли в футбол и поэтому они бегали за мячом в толпой чего правильно говорите это правильный ответ фондорин говорила о футболе пожалуйста читайте будьте любезны литературой это я пожелание к тем кто смотрит этот выпуск так курочки мои вернись пожалуйста на исходное очень интересный сейчас будет вопрос я не помню я давно его хотел задать кому-нибудь но не помню задавал или нет у вас у всех по одной жизни любой неправильный ответ грозит вам выбывание вы понимаете александр анастасия значит а следующий вопрос вам хорошо бобби фишер утверждал что если бы эти двое встретились за шахматной доской партия бы завершилась в ничью назовите обоих давайте так я вам дам 20 секунд подумать потом дам подсказку ребятам я тоже давал подсказку вам тоже не знаю что 20 секунд нужно просто молчать и загорать мы думаем понятно ну кто такой бобби фишер очень знаменитая фамилия очень рыбак рыбак бобби знаменитый рыбак бобби я загуглил кто это это чемпион по шахматам по версии журнала это один из самых лучших матистов в мире в ничью если они сойдутся в ничью дату сыграет ничью не сам собой бобби бобби фишер бобби фишер нет все последний вариант даю вам 20 секунд на размышление я надеюсь что я надеюсь что за эту девочку играет девочка иначе я на мужскую да это девочка слава богу повезло и 17 если я сам собой давай тупо тупо просто тупой ответ бог а не александр загуглил за это время молодец прослушать запись прослушать запись я говорил бог до этого я просто переповторил прошу александр да он говорил о боге и фишере то есть если бы бог играл с ним то скорее всего закончилась бы партия в ничью получайте дозу хейта в комментариях александр я ответил запись почему это неправильно у меня еще вариантов нет с богом короче фликер я предлагаю знаешь просто сейчас ничью типа мы мы договорились мы договорились за ничью просто долю в лес выводим отлично пусть ребята машину пока подгоняют ребята ребята вы чё не подожди так нельзя кто связал помогите блять держи его держи 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 давай милиция блять тут корт нахуй закрыты вы чё охерели отойди отойдет мне где моя шапка блять сука шапку верните все так подождите нет стойте так не пойдет так не пойдет так не пойдет итак господа мне удалось конечно освободиться из плена вот и как бы будет еще по одному вопросу меня тут откачали но на меня оказывается некое небольшое давление как бы со стороны участников конкурсантов но мы с вами не сдаемся и буквально чудеса монтажа и вот уже ребята как бы не то чтобы против меня понимаешь да все нормально как бы можем продолжать итак фликер и нино вам следующий вопрос вам на него нужно ответить правильно как бы вы понимаете вы готовы готовы всегда готовы значит смотрите вопрос простой на самом деле по мнению военных военных по мнению военных запал при броске гранаты нужно брать какую руку в левую ты решил не давай ты может быть еще немножечко подумаешь смысле запал при броске гранаты правый 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 чеку отрываешь и кидаешь знаешь что такой запал нет я тоже не знаю но давайте давайте я вам дам подсказку в том плане что ответ должен быть с юмором так давайте я сейчас я прочитаю чтобы было понять главное назначение запала подрыв основного заряда гранаты по мнению военных запал при броске гранаты нужно брать в какую руку 2 типа не жалко который который нужно потому что ты прав если ты прошла то берешь в левую если ты левша то берешь в правую ненужная рука и так ваш вариант ответа в ненужную руку типа если ты прав в левую по мнению военных запал при броске гранаты нужно брать в ту руку которая менее нужна не понимаю как они угадали это очень странно давай к нам нормально итак я думаю это будет последний вопрос уже в любом случае в любом случае у ведущего закончились вопросы на сегодня а анастасия ее бойсбенд мальчики зайчики генчики значит под руководством главного менеджера александра значит выступает с концертом ваша группа готова итак 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 последний вам вопрос тоже несложный и ну нет этот без юмора этот просто просто простой вопрос согласно анекдоту она начинала с ножей потом у нее появились и часы и деньги назовите о чем анекдот начинала с ножей потом появились часы и бабки итак повторяем вопрос своим конкурсантам и господа согласно анекдоту она начинала с ножей потом у нее появились и часы и деньги назовите и и и кто-то рука да потом волосатый ладошка стол из анонизма и осуждаю осуждаю вот этот вот контент ну давайте вот что этому и она не воспринимайте давайте я подсказку вам тоже дам это не человек да вот просто ассоциатива смотрите вы строите ассоциативный ряд ножи часы бабки чем у вас ассоциируется ладно ножи и часы с чем ассоциируется время убивать время время пожрать время нарезать какие какие вы знаете часы швейцарские что теперь согласно анекдоту она начиналась на швейцария правильный ответ да да я не слышал сначала в швейцарии запустили массовое производство ножей которые стали популярны во всем мире потом они пришли производства швейцарских знаменитых часов ну и соответственно швейцария сейчас самая богатая по доходу на душу населения страна в мире ладно наше противостояние господа и дамы закончила сегодня ничьей поэтому все живые все они хромы и все сегодня уйдут на своих двоих кроме фликера у него изначально клешинка снизу спасибо вам огромное друзья за участие сегодня был со мной алекс фокс анастасия сегодня была не ножка и фликер ссылочки на сайт будут в описании а на остальных а также с вами сегодня был анатолий следованский не забывайте писать комментарии ставить лайки там загляд в описание